Всем огромный привет! Сегодня я решил записать такое видео, чтобы получше с вами познакомиться. Короче, рядовое видео, 50 фактов обо мне. Вот, у меня тут уже маленький конспектик, поэтому давайте начнём сразу по-быстрому, потому что 50 фактов это должно быть очень медленно. Но я попробую всё сделать быстро. Короче, первый факт. Я с детства хотел и знал, что буду музыкантом. Ну вот, вот так вот. Всегда мне хотелось, и с детства я понимал и хотел именно стать музыкантом, и никак иначе. Потом. Второй факт. Я курю с 12 лет. Ну вот так вот получилось моё личное решение. Кстати. Мне нравится курить просто. Мне нравится запах, аромат, вкус. Я ненавижу цветы, их дарить, всё, что с ними связано. Это какой-то мой личный такой вот бзик, потому что цветы засыхают. Бесполезная, мне кажется, страта денег и времени, и вообще всего. Поэтому цветы терпеть не могу, и всё, что с ними связано. Четвёртый. Я эгоист, и мне это порой мешает. Ну, здесь всё понятно. Я всегда плохо учился, что касаемо точных наук. Математика, алгебра, физика, химия – это всегда была для меня вообще полная жопа. Вот. Но при этом почему-то геометрия у меня всегда была на пять. Загадка. Терпеть не могу, активный отдых. Я люблю лежать. Либо жариться на солнце, либо гулять. Просто гулять. Вот. Потом начал корректировать тон лица в школе в девятом классе. Вот. Ну и уже пошли тональные средства. Помню первое тональное средство. Это было, по-моему, Нина Ричи. Когда ещё была эта косметика. Вот. В ранжире. Вот. Нина Ричи был первый тональный. Потом. Восьмой факт. Я не люблю детей. Ну, тут тоже всё понятно. Они меня бесит. При этом я учитель. Потом. Девятый. У меня отвратительный почерк. Не знаю, будет ли вам что-то видно, но он реально отвратительный. Я его сам порой не понимаю. Потом. Десятое. Я делю людей на категории. Вот. Ну, не подумайте, что я такой вот расчётливый вообще мерзавец. Нет. Конечно, есть друзья, знакомые. Всё как у нормальных людей. Но категории. Ну, вы поняли. Наверное, у вас тоже так. Есть разные категории людей, с кем я общаюсь. Вот. Потом одиннадцатый факт. Меня легко разочаровать, но я на это не обращаю внимания. Такой вот странный факт. Короче, меня можно разочаровать вообще хоть кое-как, но мне всегда будет наплевать на это. Но я буду знать, что я разочарован. Вот. Двенадцатый факт. Я терпеть не могу, показывать эмоции. Ну, с этим тоже всё понятно. Вот. Я больше люблю безэмоциональничать. Вот. Потом тринадцатый факт. Так. Вот уже пошло. Что я тут написал? Не люблю слишком оптимистических людей, у которых всё всегда хорошо, они всегда на оптимизме, все такие прям, ай, прям реально прям подходят пиздодельные. Прям вот такой, всё прям у них, прям вообще чики-пуки на самом деле, когда у них что-то фигово, они, всё будет хорошо. И прям, не будет ничего у тебя хорошо. Прям хочется так сказать, но уже, ну реально, ну не знаю, почему вот так вот сложилось. Потом четырнадцатый факт. Я когда-то был холериком. Ну вот, действительно, я когда-то был холериком в училище, сейчас стало очень спокойно, изменилось всё совершенно. Как удав стал. Потом пятнадцатый факт. Я обожаю простую русскую кухню. Просто, просто нереально простую, без всяких изъюбинок, типа там, курица под ананасами, курица там под черносливами, в жопу лимон. Нет, это вообще не моя тема, люблю всё просто. Блины, драйники, если курица, то жареная или варёная, никакая другая, печёная. Вот, никаких таких вот прям с орехами, никаких марципанов там. Вот, всё просто должно быть. Потом. Шестнадцатый факт. Я слишком много думаю о ситуациях, которые не произойдут. Ну, вот так вот сложилось. Почему-то. Так, я благодарен родителям за жестокое воспитание. Да, я очень сильно благодарен за то, что меня закрывали на шесть часов с фортепианом, с роялем. То, что заставляли, когда прекращалась музыка, приходили и просто, что за дела. Вот, поэтому я очень сильно благодарен за это. Потом. Восемнадцатый факт. Я ненавижу лето и жару. Терпеть не могу жару. Я её просто ужасно не выношу. Когда жарко, я предпочитаю просто валяться вот так вот, в такой вот козе на диване и причитать. Потом. Девятнадцатое. Я холоден к алкоголю и к разным наркотическим веществам. Короче, меня это совершенно не заводит. Я лучше поиграю на фортепиану, либо помажу мордой. Вот, всё просто. Как бы, кто-то пьёт, кто-то окрасит. Получаю полнейшее удовольствие. Так, двадцатый факт. Обожаю продумывать и... Нет. Придумывать и видоизменять слова. Это вот моё просто совершенно любимейшее занятие. Там вместо Алёс сказать «Алехандра», вместо Алёс сказать «Альянс». Там разные имена у меня. Двадцать вариаций. Там на одно имя Марина, Кристина. Там вообще Кристиниан. Там Кристиниада, Маринесса, Маринеллочка, Мариниада. Короче, обожаю видоизменять слова. Вот. И придумать разным предметам свои названия. Как-то так. Потом. Ноты испортили мне зрение. Двадцать первый факт. Но это реально. Такие вот там круглящи. Попробую их там разглядеть. Из-за этого у меня фиговое вообще зрение. Двадцать второй факт. Я очень часто дрался в школе. Вообще по любым поводам, вообще в любых ситуациях я всегда лезь, дрался с кулаками. Вот. Почему-то. Вот. Я вообще был таким вот крепким в школе. И вообще от меня иногда прям кому-то доставалось. Вот так по секрету вам скажу. Вот. У меня слишком много идей на все случаи жизни. Это да. То есть, в принципе, очень редко у меня бывают ситуации, когда я не знаю, что делать. Короче, у меня всегда либо трэшовый, либо адекватный, либо все вместе у меня идеи. Поэтому я без идей никогда не сижу. Потом. Ой, двадцать четвертый, двадцать пятый факт. Если вы обо мне хорошего мнения, закрывайте видео. Короче, двадцать четвертый факт. Я расист. Да. Этим все сказано. Двадцать пятый факт. Я сексист. Да. Все этим сказано. Но именно с сексизмом связано такое вот то, что я терпеть не могу девушек, женщин за роялем. Ну вот терпеть не могу. Вообще терпеть не могу совершенно. Даже тех, кто там дофига чего добился. Вот. Я просто смотрю и прям нет. Не должно тебя быть за роялем. Потом. Двадцать шестой факт. Так, что это? Ужасно боюсь карликов. Но об этом есть видео. Вот. Поэтому вы можете его посмотреть. Потом. Двадцать седьмой факт. Я бываю слишком вежлив и обходительен с незнакомыми людьми. Вообще в любой ситуации, когда мне незнакомый человек, не знаю, может быть меня так воспитали, я всегда слишком вежливо себя веду. Чересчур вежливо, как мне кажется. Хотя можно было себя проще бы вести. Даже какой-то минус. Вот. Когда мне уже говорят, да можно на ты. Все равно. Вы. Вот так вот. Потом. Двадцать восьмой факт. Я готов платить за упаковку. Но этим тоже все сказано. В косметосе. Там еще в чем-то. Упаковка это главное. Вот. Двадцать девятый факт. Ой. Это странный факт. Однажды четыре года назад я оставил пять тысяч на чаевые. Ну просто я был тогда немного пьян. Немного то. И как-то так вот сошлись звезды. То, что я нечаянно стал таким вот слишком щедрым. Вот. И оставил такую сумму кругленькую на чаевые. Потом меня правда... Ну до такого состояния алкогольного опьянения, что меня аж там провожали до дома. Такое бывает очень редко. И это, по-моему, был третий раз. И вот и последний, когда я напивался до такого состояния. Потом. После выпитого алкоголя я хочу спать. После любого количества выпитого алкоголя. Ну, следовательно, мне уже было вообще в тот момент ни до каких обсуждений, бдений, пять тысяч. Нет. Мне нужно было только спать. Тридцать первый факт. Я очень хорошо плаваю. У меня даже есть разряд. Угу. Потом тридцать второй факт. Я могу проходить и хочу проходить очень большие дистанции. Вообще пять километров, десять, пятнадцать, двадцать пять не имеет значения. У меня ноги вообще невосприимчивы к уставанию. Поэтому я могу ходить любые дистанции совершенно, гулять. Потом. Тридцать третий факт. Так. Я очень не люблю, когда вещи не на своих местах. Ну, все с этим понятно. Тридцать четвертый факт. Что тут написано? А. Я достаточно закаленный. Ну, это да. Это с детства. И вообще мне всегда было пофиг на холод. Поэтому это мое любимое время года. Зима. Я, в принципе, не мерзну. Вот. Тридцать пятый. Я. Короче, тридцать пятый факт не могу понять. Так. Тридцать шестой. Я всегда получаю все. Получал все, что хотел. Если, да. Такое было. Короче, все, что я не захочу, все это у меня будет. Вот. Поэтому немножко это, наверное, и сказалось на сейчасшнем моем состоянии внутреннем. Вот. Потом тридцать седьмой факт. То, о чем я подумаю, всегда сбывается. Ну, вот такой вот сраный факт. Поэтому что-то я захочу, это обязательно у меня будет. Или о чем-то я подумаю, всегда это сбудется. Вот. Потом. Я верю в паранормальности. Да. Немножечко верю. Так. Сороковой факт. Я ем халву, чтобы поностальгировать. Короче, в школе у меня был учитель музыкальный, директор школы. И когда я к нему приходил на занятия, мы ели халву. Вот. А только потом занимались. Вот. Поэтому у меня такие вот ассоциации. Вот. Поэтому я покупаю. Я сам ее не люблю, но всегда ее покупаю, когда хочу поностальгировать. Сорок первый факт. Первая сигарета в шесть лет была мной выкорена, когда я шел в музыкалку. Это была какая-то вообще жестокая оптима. То ли мальбора красная, то ли прима. Какая-то жестокая вообще сигарета. Корону. Но я ее выкорил до конца. Я не мог себе позволить дать слабинку. Ну вот как-то так. Потом меня, конечно, все запалили. Наорали. Учитель музыкалки. Короче. Там была вообще полная жесть. Так. Сорок второй факт. Иногда мстил своему педагогу. Да-да-да. Бывало такое. У меня были куча конкурсов. Вот. В Самаре. Вот. И всегда, в принципе, было у меня так, что всегда у меня были первые, вторые места. Третьих не было. Вот. И как-то раз я посмотрел на классе. Была вывеска. Подобавки моему педагогу за какие-то места конкурсными его учеников. Короче. Я тут что-то посмотрел. Ммм. Нехиленько, значит, он зарабатывает за счет меня. И когда он мне чем-то прям накосячил прям насчет меня, там, что-то прикрикнул, я всегда фигово играл на конкурсах. Получал там фиговые места и был этому доволен. Такой вот я жаба. Вот. Конечно, я жалею об этом. Потом, сорок третий факт. Меня трудно разбудить любым путем. Если я сплю, то я сплю. Меня можно разбудить только иногда, только там по каким-нибудь праздникам. Меня разбудить вообще, в принципе, невозможно. Только когда я сам проснусь, когда я лягу, 8 часов прослю, только тогда я открою глаза. Разбудить меня вообще практически невозможно. Так. Опять не пойму свой почерк. Так, сорок пятый факт. Ладно, сорок четвертый пропустим. Так, я не представляю жизнь без кофе. Ну, вот так. Я выпиваю в день по 15-20 чашек кофе. Так вот. Так вот получилось. Потом, я выпиваю в день 7-10 чашек кофе 15. Ну, вот сорок шестой факт об этом. Потом, я выпиваю в день 3-4 литра воды. Это тоже железно. Я хочу нивелировать свои кофейные моментики. Потом, сорок восьмой факт. Я совсем не обязательный. Если есть обязанности, то они 100% не будут выполненными. Потому что обязанности меня вообще убивают. Обязанности совершенно не мое дело. Вот. Сорок девятый факт. Я люблю возмущаться. Короче, что... Короче, в любых ситуациях мне лишь бы повозмущаться. Мне нравится это состояние эмоций. Такое вот прям возмущенное. Поэтому иногда я прям сам довожу какое-то общение именно до таких вот возмущенных крикафоров. И прям отрываюсь на этим. Вот. Как раз-таки там какой-то факт был. То, что я еще немножко энергетический вампир. Но вот так вот произошло. Ну, вы поняли. Короче, я люблю возмущаться. Так. Так. И последний факт. Я написал около пяти научных работ. Вот. Это было в колледже. Вот здесь вот в консерватуре я пока что не писал. Вот. Но пять научных работ, но и написано. Такой вот. Как-то раз один ученый отложил калач копченый. Это про меня. Пять калачей. Вот. Там про сцен. Там как себя нужно вести на сцене. Я уже точно не помню название. Потом подготовка. Второй мой научный доклад. Подготовка к сцене. Потом взаимодействие со зрителями, жестами и прочими. Короче, там много всего. Если хотите, я как-нибудь могу их отрыть и выложить даже в электронном формате. Вот. Но это все. Это были все пятьдесят фактов обо мне. Конечно, кое-что я пропустил, потому что не смог прочитать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Все ставьте лайки, пишите комментарии. Там куда-нибудь туда показать. Ну, приличие. Поэтому всем спасибо. Всем пока.